Всем привет! Сегодня хочу вам рассказать, что произойдет с космонавтами, если их унесет в открытый космос. А в конце видео я поделюсь историей, связанной с гибелью космонавтов в космическом пространстве. Космические полеты всегда были и остаются одним из самых опасных видов деятельности человека. Всего за время истории космонавтики наша цивилизация потеряла десятки людей в космосе. Но что произойдет, когда космонавта унесет в открытый космос? Если космонавт потеряется или будет вынужден покинуть корабль без защитного костюма, то его жизнь будет находиться в крайней опасности. Без костюма космонавт сразу же начнет задыхаться, так как в космосе нет кислорода. Кроме того, экстремальные температуры в космосе от минус 150 до плюс 150 градусов Цельсия могут привести к серьезным травмам и конечно же к смерти. Также космическое пространство насыщено радиацией, которая является смертельно опасной для человека. Даже при коротком пребывании в открытом космосе, космонавт может получить сильное облучение, которое может привести к раку и другим заболеваниям. Если же космонавта унесет в открытый космос в скафандре и у него закончится кислород, он начнет ощущать удушье и нехватку воздуха. Это происходит из-за того, что кислород играет важную роль в дыхательном процессе и его отсутствие может привести к гипоксии, состоянию, когда ткани организма перестают получать достаточно кислорода. Первыми признаками нехватки кислорода будут учащенное дыхание, учащенный пульс, головокружение и головная боль. Затем космонавт начнет испытывать трудности с дыханием, которые могут привести к судорогам и потере сознания. Если космонавт находится в открытом космосе без достаточного оборудования и поддержки, его состояние будет ухудшаться, пока не наступит летальный исход. Без доступа к кислороду ткани организма будут продолжать страдать от гипоксии, что может привести к нарушению функций мозга и органов, а также к кардиореспираторной недостаточности, которая может привести к сердечной остановке. Если же космонавт быстро получит доступ к новому источнику кислорода, его жизнь может быть спасена. В скафандре обычно есть запасной баллон с кислородом, который космонавт может использовать в случае необходимости. В 1971 году произошла трагедия с космической программой Советского Союза. 6 июня 1971 года космический корабль «Союз-11» под командованием Георгия Добровольского стартовал в космос в космодромах Байконур. В состав экипажа входили также Виктор Пацаев и Владислав Волков. Они провели на орбике более 23 дней, что было рекордом на тот момент. Однако при возвращении на Землю произошла трагедия. Во время отделения капсулы с космонавтами от орбитального блока произошла разгерметизация кабины, вызванная открытием затворной арматуры передней камеры аппарата. Кабина мгновенно потеряла давление, и космонавты были лишены доступа к кислороду. Спасательные команды обнаружили космонавтов уже мертвыми при посадке капсулы на Землю. По официальной версии, Волков, Добровольский и Пацаев погибли в результате остановки сердца и дыхания, вследствие кратковременного воздействия низкого давления и отсутствия кислорода. Это стало первым и единственным случаем в истории космонавтики, когда погиб весь экипаж корабля.